Регистрация на ebay Что ж, дорогие друзья, теперь мы с вами знаем, что такое ebay и для чего его используют. Пришла пора переходить к практической части данного видеокурса. И начнем мы ее с регистрации на сайте ebay.com. У компании ebay есть множество представительств по всему миру, в том числе и в России. Так почему же нам не использовать ebay.ru? Все очень просто. Русскоязычная версия данного сайта имеет очень урезанный функционал. Кроме того, там будут отображаться только те товары, которые явно доставляются в Россию. Хотя на деле, даже если в доставке не указана ваша страна, то всегда можно попробовать договориться с продавцом напрямую. Иногда продавцы соглашаются отправить свой товар в Россию. Единственный недостаток данного сайта заключается в том, что он не имеет русского языка. Как вы видите, здесь все на английском. Но на самом деле, пугаться этого совершенно не стоит. В отдельном видеоуроке я покажу, как установить плагин-переводчик и переводить любые сайты на русский язык. Последнее, о чем хотелось бы сказать до начала регистрации, касается интерфейса данного сайта. Сайт ebay.com довольно часто видоизменяется. Как правило, это касается каких-то мелких деталей. Поэтому на момент просмотра данного видеоурока, возможно, здесь что-то немножечко изменится. Но смысл остается один и тот же, поэтому вы всегда сможете сориентироваться. Что ж, давайте приступать к регистрации. Заходим на сайт ebay.com и щелкаем по пункту «Регистр» в самой верхушке сайта. И заполняем простенькую форму. Имя, фамилия, email адрес, логин и так далее. Данную форму необходимо заполнять только латинскими буквами, в том числе имя и фамилию. Это очень важно, обратите на это свое внимание. Если вы не знаете, как пишется ваше имя или фамилия на латинице, то можете воспользоваться сервисом translate.ru. Просто вводите свое имя или фамилию и нажимаете на кнопку «В транслит». После чего копируете результат и вставляете в форму регистрации. Либо вы можете найти свой загранпаспорт и указать эти данные, как указаны там. Затем указываем email адрес. После чего спускаемся чуть ниже и указываем логин для входа на ebay.com. Обратите внимание на то, что он не должен повторять начало вашего email адреса. Затем указываем пароль и подтверждаем его. После заполнения анкеты проверяем все данные и щелкаем по кнопке «Submit». После чего жмем «Yes, continue». Что ж, мы с вами выполнили первую часть регистрации на ebay.com. Теперь нам необходимо указать адрес для доставки товаров. Как мы видим, система автоматически выполнила вход в наш аккаунт. Наводим мышку на имя нашего аккаунта, после чего выбираем пункт «Account Settings». На следующем этапе нам необходимо перейти в раздел «Adresses». После чего щелкнуть по пункту «Create» напротив пункта «Registration Address». Здесь нам необходимо указать наш основной адрес для получения посылок. В последующем, при желании, вы сможете добавить еще несколько адресов для получения посылок. Данную форму необходимо заполнять только на латинице, иначе при доставке посылок проблемы будут неизбежны. Первое, что нам нужно выбрать, это страну. В моем случае Российская Федерация. В следующем поле «Street Address» необходимо указать имя улицы, дом, квартиру, корпус и так далее. Четких правил по заполнению данной анкеты нет. Заполняйте ее так, как вам кажется правильным. Главное, чтобы адрес был понятен для почтальона вашей страны. При указании улицы я так опишу. Ул, точка, а затем название. С домом и квартирой ситуация точно такая же. Д точка и КВ точка. Совершенно необязательно изгаляться и пытаться подогнать ваш домашний адрес под американские стандарты. Писать что-то вроде «Ленина стрит» и так далее. Это может, наоборот, ввести в заблуждение нашего почтальона. Затем указываем населенный пункт. Если вы живете в деревне, так и пишите «Д точка» и название деревни. Затем необходимо указать область или регион. После этого указываем почтовый индекс и свой мобильный телефон. В теории ваш мобильный телефон должен использоваться для разрешения спорных ситуаций. Но на практике он вообще не используется. Поэтому если у вас нет мобильника или вы не хотите указывать его номер, то можете ввести какие-то левые данные. Однако я укажу настоящий телефон. Затем выбираем секретный вопрос и даем ответ на него. Перевод данных секретных вопросов вы прямо сейчас видите на своих экранах. После заполнения анкеты нажимаем на кнопку «Continue». Что ж, вот и все. Наши данные были успешно добавлены. И теперь у нас есть полноценный аккаунт eBay, готовый к покупкам. Если мы перейдем в раздел «Адресы», то увидим, что здесь уже числится наш адрес. Что ж, на этом, пожалуй, все. В следующем видеоуроке мы поговорим о выборе пластиковой карты для системы PayPal. Что ж, а на этом урок подходит к концу. Благодарю за внимание. Увидимся в следующем видео.